Наталья Змага Айтишники не плотники, потому что времена меняются, это когда писал великий поэт. 20-е годы прошлого века. Сейчас уже, знаете ли, айтишники пользуются популярностью спроса. Вот об этом будем разбираться на сегодняшнем эфире со специалистом. Очень актуальная тема. Дети в школу заканчивают, нужно выбирать институт? Ну да, действительно, уже скоро начнутся экзамены, ЕГЭ, и нужно выбирать вуз. Когда ты выбираешь вуз, ты опосредованно уже выбираешь себе профессию. Жизнь. Жизнь. И вот как правильно выбрать эту дальнейшую жизнь, мы сегодня... Мы вас и в профориентируем. Такая тема нашего сегодняшнего жизни. Традиционно первые две минуты за столом мы посвящаем голосованию. Голосованию, потому что ваше мнение, дорогие телезрители, для нас очень важно. Поэтому мы всеми способами пытаемся узнать это самое мнение у вас, наши дорогие. Мы начнем с подписчиков нашей группы ВКонтакте, которая называется «Тот еще вечер», так же, как и наша программа. Если вы еще не подписались, подписывайтесь. Итак, сегодня у нас такой вопрос в нашей группе. Ваша профессия соответствует образованию? И варианты ответов. Да, на кого учился, там и пригодился. На данный момент это 44% голосов, это лидер голосования. Второй вариант – нет, кардинально поменял профессию, 31%. И сфера та же, но специальность другая, 23%. Ну что ж, все в ваших силах еще повлиять на результаты голосования. Пожалуйста, накрывайте. Вот на того, на кого я учился, я уже давным-давно не работаю. Я знаю, что у вас очень много дипломов. Расскажите, с чего началось? Я знаю, с медицинского, да? Да, началось с медицинского, потом политехнический институт тогда, потом Екатеринбургский государственный театральный институт. Мне кажется, это вообще просто противоположность. Да. Медицина, техническое образование. И сейчас я получаю высшее журналистское образование. Я вас поздравляю. Как-то я работаю журналистом без высшего журналистского образования. Непорядок в танковых войсках. У нас есть еще одно голосование, телефонное. Вопрос очень прост. Путь к профессиональному успеху лежит. Через высшее образование, тогда ваш телефон 607042. Полезные знакомства помогают профессиональному росту. Это тоже бывает, да. Да, ваш телефон 607043. И есть такой расплывчатый вариант. Просто необходимо в нужное место попасть в нужное время. Ну, чтобы звезды, что называется, сошлись. И тогда ваш телефон... Судьба, говорят некоторые. Судьба. Да, судьба, судьба. Ваш телефон тогда 607044. У нас еще и работает телефон в студии, в нашей 695-644. Вот на эту же самую тему можете и поговорить, или задать вопросы специалисту, который через мгновение появится в нашей студии. Сегодня в гостях программы «Тот еще вечер» заместитель начальника Главного управления Государственной службы занятости населения Омской области действительный государственный советник 2-го класса Олеся Александровна Кай Окончила Омский педагогический университет по направлению «Математика» с дополнительной специальностью «Информатика». В социально-трудовой сфере работает с 2005-го года. Воспитывает сына. Хобби – работа. Алиса Александровна, здравствуйте, рада вас видеть в нашей студии. У нас с Наташей к вам много-много-много вопросов. Все прям такие важные. Начнем, наверное, с того, какие профессии сейчас востребованы в Омской области. Если говорить по итогам первого квартала этого года, то региональный банк данных, в нем преобладали вакансии по рабочим профессиям. Это порядка 70% вакансий. И только 30% – это вакансий служащих. Профессии рабочие – это строительство, производство. Это все-таки столеры и плотники, наверное, да? Если говорить по сферам, то наибольшая потребность отмечалась в сферах строительства, сельского хозяйства, обрабатывающего производства и сферы торговли. А какие профессиональные сферы испытывают в нашем регионе вот такой кадровый голод? Это мы задаем вопрос, чтобы родители, которые пошлют свою чадушку после ЕГЭ учиться в СУЗ, либо в ВУЗ, должны уже их тоже профориентировать. Иди туда, ты будешь востребован. Да, если говорить вот о рабочих профессиях, да, то среди рабочих профессий наибольшей востребованностью пользуются профессии водителя, электрогазосварщика, плотника, бетонщика. У сварщики много получают, я знаю, много-много-много получают. Плотника, бетонщика – вот как раз те профессии, о которых вы говорили. Прав был Маяковский в начале прошлого века. Если говорить о служащих, то, в принципе, здесь традиционно испытывают потребность в инженерах, в врачах, в учителях. Это бухгалтеры, безусловно, социальные работники. То есть это вот те вакансии, которые чаще всего в последнее время заявляются. А какие профессии самые высокооплачиваемые в нашем регионе? Опять скажу о том, что если мы берем рабочие профессии, то вот здесь как раз-таки вакансия газоэлектросварщиков. На сегодняшний день в областном банке вакансии заработной платы до 100 тысяч рублей по вакансиям газоэлектросварщиков. Машинисты дорожно-транспортных машин. Тоже порядка 80-100 тысяч рублей средняя заработная плата заявляется. Если говорим о служащих, то вы, в принципе, тоже угадали, когда говорили об IT-технологиях. Это как раз-таки программисты. То есть сегодня в банке вакансий есть вакансии программистов заработной платы до 120 тысяч рублей. А рынок еще труда не насытился? Дело в том, что сегодня эти специалисты работают во всех сферах. Мы все переходим так или иначе на IT-технологии, поэтому они востребованы. И высокооплачиваемые вакансии врачей заработная плата врача-анестезиолога вакансия до 100 тысяч рублей. То есть юристы и экономисты... Неудел. Давай, до свидания. Вакансии есть на юристов и экономистов, но в целом средняя заработная плата – это порядка 27-30 тысяч рублей. А вот представители каких профессий больше всего готовят вузы и СУЗы? Ну, если говорить о нашем регионе, то, в принципе, здесь разноплановая подготовка. То есть вузы всегда следят за тем и СУЗы, да, насколько востребованы специалисты. Они отслеживают занятость своих выпускников и делают соответствующие выводы. Я просто помню, что одно время каждый университет открывал у себя специальность экономика. Каждый техникум, даже, по-моему, библиотечный, все как-то готовили экономистов. Сейчас такого нет или продолжается тенденция? Сегодня вакансии и обучение, в принципе, экономистов, да, во многих есть учебных заведениях. Алиса Александровна, посоветуйте вот человеку, молодому человеку, который заканчивается вуз, ну, по машиностроительной специальности, например, которая востребована, приходит в отдел кадров на завод, где это востребована профессия. Ему говорят, опыт работы. Какой у вас? Какой у вас? Он говорит, да никакой у меня опыт работы, у меня красный диплом технического университета, я машиностроитель. Вот. Он мне говорит, опыт работы не берем. Где он приобретает, должен приобретать этот опыт работы? Замкнутый какой-то вот круг получается. Ну, сегодня, вот, если говорить о службе занятости, да, то мы реализуем такое мероприятие, как стажировка выпускников образовательных организаций. То есть, в принципе, мы заключаем договоры с работодателями на то, чтобы молодые специалисты в течение года после завершения вуза, СУЗа, могли трудоустроиться. Мы компенсируем часть заработной платы работодателям, поэтому они заинтересованы в приеме на работу молодых специалистов. И потом уже все зависит от молодого специалиста, как он себя зарекомендует на новом рабочем месте. Ну, да. А какие мероприятия, вот, именно по профориентации проводится служба занятости? Если говорить о мероприятиях по профориентации, то, в принципе, это целый комплекс мероприятий. И это не просто помочь молодому человеку и другим категориям граждан в выборе профессии, в определении профессионального своего пути. Это еще и коррекция самооценки. Это вот овладение навыками самопрезентации. То, как раз, о чем вы говорили, что нужно прийти и презентовать. Резюме написать. Да, это, безусловно, написать резюме. Это психологическое сопровождение, потому что это определенный стресс. Мы помогаем определиться, так скажем, детально прорабатываем возможные варианты развития карьеры. Определяем ключевые и, так сказать, запасной путь развития карьеры. Вот это вот те немногие задачи, которые мы решаем при профориентационных мероприятиях. Вот буквально сейчас, на этой неделе, мы участвуем во всероссийской профориентационной акции «Неделя без турникетов». Мы совместно с работодателями организуем для школьников экскурсии на предприятия ведущие. Это во всех муниципальных районах и на территории города Омска. Больше 200 работодателей принимают сегодня ребят для того, чтобы рассказать о том, какие они рабочие места. Это здорово. Вчера к нам кто-то приходил, дети какие-то, наверное, тоже. Да, у вас есть телефонный звонок. Доброго вам вечера. Представляйтесь и высказывайте свое мнение или задавайте вопрос нашей гости. Здравствуйте. Вечер, добрый всем. Меня зовут Максим. У меня вопрос у нас у гостей. А вот насколько востребованы рабочие в пищевой промышленности? Спасибо. Спасибо, Максим. Именно повара или, может быть, конкретизируете? Ну, допустим, если студент или студентка заканчивает, допустим, не знаю, там, медсамолочный техникум либо какие-то другие учреждения. Вот. Ну, востребованы вот эти профессии. Понятно, понятно. Все, теперь понятно. Спасибо, Максим. Алиса Санна. Да, сфера услуг, вот, сфера торговли, это, в принципе, всегда востребованные сферы. И молодые люди как раз-таки там в большей степени и могут себя реализовать. То есть начинают многие молодые люди именно вот с этой сферы. То есть, если я правильно понял, что Максим беспокоится о близкой своей родственнике или родственнице, которая заканчивает мясомолочный техникум, все нормально будет, Максим. Трудоустройство, специалист говорит. Да, обращайся. Мы постепенно заговорили о будущем, да, какие профессии будут востребованы через 5-10 лет и проводятся ли такие исследования? Ну, на самом деле, такие исследования проводились. Ассоциация стратегических инициатив и Московская школа Сколково проводили такие исследования. Ими составлен атлас профессий, и они сейчас актуализируются. Довольно-таки большой перечень профессий, которые будут востребованы. И, в принципе, вот эти сферы, которые я называла, сфера строительства, сфера производства, здравоохранения, образования, они остаются в этом перечне. Единственное, что, и мы уже об этом говорили, IT-технологии, да, они сегодня во всех сферах, поэтому немножко, так скажем, происходит трансформация в каждой сфере и необходимы компетенции, связанные как раз таки с этим. Сегодня вот нельзя говорить о том, что там какая-то профессия вот буквально там не сегодня, а завтра умрет, да, то есть это длительный процесс, но тем не менее он так или иначе происходит, такая трансформация. — Олеся Александровна, у меня к вам есть такое предложение. Вот когда будете планировать на следующий год мероприятие в службе занятости, пожалуйста, запланируйте конференцию с родителями. — Хорошо. — Потому что у родителей беспокойство. Ну да, ребёнок там вот хочет быть там вот кем-то, 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 кем-то. Ну а мы же как опытные, уже люди-то не первый год-то живущие, можем показать, направить, упропагандировать, заставить, мычём и оралом принудить, и потом ребёнок, а потом счастье, вот не будет бегать, а у вас нету с трудового стажа, у вас нету опыта работы, пошёл, 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 да. А будут говорить, иди, мой дорогой, к нам, иди. — Ну, наверное, финальный вопрос, такой прям, не в бровь, а в глаз, грозит ли Омскому региону безработица? — Ну, наверное, я так не скажу, поскольку на сегодняшний день в нашем областном банке вакансий, нашими работодателями заявлено, ну, порядка 29 тысяч вакансий. — 29 тысяч вакансий! Вот сейчас кто говорит, что в Омске работы нет, есть работа, вы просто не там смотрите. — Причём 21 тысяч вакансий — это вакансии постоянного характера, то есть это не временные, не сезонные работы. И по данным Федеральной службы государственной статистики, по итогам первого квартала общая безработица в Омском регионе снизилась до 7,4% и повысился уровень занятости населения. В принципе, сегодня он выше, чем в среднем по Сибирскому федеральному округу. Поэтому у нас есть где работать, и мы готовы оказывать помощь в поиске работы. — Александра, спасибо вам за этот разговор. — Спасибо вам большое. — Ну, пока мы с вами прощаемся, предлагаю нашим телезрителям посмотреть сюжет о новом молодёжном проекте 12-го канала, который называется «Квартирка». Наша коллега Наталья Фаткина очень долго с нами работала в качестве координатора. Она встречала гостей, вызванивала, искала какие-то темы для нашей программы. И сейчас она попробовала себя вроде корреспондента, вроде в роли соавтора вот этой самой «Квартирки». Сейчас предлагаю посмотреть её сюжет. И, возможно, именно ваша идея станет новой... — Не смогла! — ...темой нашей... — Всё, будем брать с того, что есть. Долгое время я находилась за кадром и мечтала попасть по ту сторону экрана. Благодаря новому проекту 12-го канала «Квартирка» мечта стала явью. В нашей «Квартирке» о событиях и людях говорят ярко, смело, остро и интересно. Мы хотим поделиться с вами своими идеями и проектами, своими переживаниями и достижениями. А для этого нам нужны опытные наставники, ведь мы ещё студенты. Что касается молодых людей, обязательно нужен опыт. И никогда ни один теоретик не заменит практику. Приходите к нам, мы всех ждём, всех обучим. Главное, чтобы было желание и трудолюбие. Кто они? Жители новой, ещё не обжитой квартирки на 12-м канале. Чем увлекаются и к чему стремятся? Вообще, зачем они здесь? Давайте знакомиться поближе. Я студентка филфака на направлении журналистика. Я увлекаюсь фотографией, в первую очередь. И для меня это первый опыт именно видеосъёмки. Филологов заставляют или тебе просто это нравится? Мне это нравится. Это было и до университета. Я занимаюсь этим с 13 лет. Скажи, пожалуйста, а ты в квартирке что делаешь? Я оператор. Слушай, ну круто. Давай пять. Я думаю, что всё получится. Бедром, бедром похайпить. Да, да, да. Ну что, давайте попробуем. На самом деле, я шла сюда, не ожидая вообще ничего. Я думала, вау, наверное, это какая-то такая сложная система, в которую я явно не впишусь. А потом пришла, и всё как-то внезапно получилось. Действую по внезапности. Вот так. Жители квартирки мечтают быть услышанными. Мы сюда пришли для того, чтобы рассказать о молодёжной жизни и о нашей молодёжной среде. У меня этапа заводка максимальная, я не знаю. А я очень люблю жизнь, и поэтому поступила на журналиста. Ну давайте мы сейчас репетим, я вам всё скажу, кто когда чего заходит. Это большой-большой, мощный трамплин, где можно реализоваться и, может быть, даже пойти дальше. Привет! Для тех, кому есть что сказать, людей ярких, увлечённых и интересных, двери нашей квартирки всегда открыты. Пишите нам в группе ВКонтакте, предлагайте темы, и, возможно, именно ваша идея станет темой нашей квартирки. Елена, Никита, здравствуйте. Рады вас видеть в том ещё вечере. Я так понимаю, ребята, авторы, да, в том числе, соавторы программы «Квартирка», которая стартует уже в понедельник на 12-м канале в 20.00. Запишите, пожалуйста, заведите себе будильник на мобильном телефоне. Это нужно посмотреть. Почему это нужно посмотреть, Никита? Ну, потому что это, не знаю, это единственное в Омске сейчас то, что дети, дети-подростки, все молодые ребята рассказывают новости, то, как интересно им. Они видят город вот нашими глазами, и мы стараемся поделиться этим. И мне кажется, что это стоит увидеть. Я так понимаю, Елена в качестве оператора, да, и ещё автора участвует в этом проекте. Мы сегодня говорим в целом о профориентации. Вообще у тебя, ты сейчас на кого учишься и кем мечтаешь стать? Я учусь на факультете филологии медиакоммуникации на направлении журналистика. Мечтаю быть журналистом. Ну, то есть, в принципе, профильная, да? В принципе, да. Но очень люблю снимать. А как ты решила вообще взять в руки камеру, фотоаппарат? Это же тяжело, эта камера, это же не 20 миллиграмм. Это дело. Или 9-е? Ну, как сказать. Я вообще снимаю с 7-го класса. Я хотела быть фотографом в своей жизни, и оператором, и всем на свете. Но как-то попала на журналистику. И сейчас выдался такой шанс, что я могу себя опробовать и показать, что я могу. Ну, я знаю, что у тебя уже даже командировка одна была. Вот в квартирке будут сюжеты. Расскажи, куда ты ездила, зачем? Зачем не надо, главное, куда. Потому что это в квартирке будет, наверное. Ну, мне все равно же интересно узнать, что там у них крутого было. Я так люблю интриги, расследование. Сейчас будет еще интрига, обещаю вам, Андрей Юрьевич. Следующий вопрос тоже так вам будет. Ну, Лен. Мы ездили на тот момент еще в Астану, а не в Нур-Султан. Мы ездили на хоккейный матч «Авангарда». И снимали «Маскоты». То есть вы уезжали в Астану, а вернулись уже из Нур-Султана? Почти, да. Практически, да? Мы легендарные люди. Судьбоносные. Собирались в Астану, а приехали в Нур-Султан. На самом деле это все было очень внезапно. И мы за один день собрались, буквально и поехали. Да я тоже так всегда бывает, что за один день собираюсь и принимаю решения, которые иногда бывают знаковыми для меня, судьбоносными, как-то принято говорить. Как воспринимали коллеги журналистов другого государства? Прекрасно. Они очень добры были, показали все, где, где, что можно снимать, что нельзя. Мне безумно понравилось. Это очень интересный опыт. Везде дорога молодым. Да. Никита, а у тебя профессия связана с журналистикой? Да, я учусь на журналиста. У меня, я думаю, с рождения был такой путь, потому что моя мама филолог. То есть это с рождения книги, стихи, вот это все, что связано с литературой. Я любил эссе писать, ну, как в школе, все, что связано с этим. И я, наверное, понял уже в классе седьмом-восьмом, что я хочу быть журналистом и вижу себя в этой профессии. А что тебя привлекает в профессии, в журналистике? Ну, в первую очередь, это то, что я могу, я являюсь голосом, да, меня могут услышать, я могу чем-то поделиться, я чувствую в себе, что во мне есть это, и я готов рассказать людям. То есть тебе есть что сказать миру, да? Я считаю, что да. Я буду надеяться, что у меня получится. Ну, вот Андрей Юрьевич тоже приложил руку к этому проекту, к квартирке. Андрей Юрьевич, признавайтесь, ваша идея была? Моя. Шок. Как это произошло? Это бы, да. Как у нас был какой-то эфир с Светланой Лазаревой. Да, 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 да. И мы собрались в редакции, а когда собирается, ребята, такой вот дружный коллектив, все, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, хорошо, но вот если бы, да кабы, у меня была бы молодежная редакция, говорит Светлана Николаевна Лазарева. Светлана Лазаревна, это автор программ на 12-м канале, тематических, в том числе сейчас у нее программа «Мой театр», и плюс она является наставником ребят из квартирки. Вот я говорю, а давай возьми молодежную редакцию. Ну, как я возьму, как я приду, как я буду это просить, как там чего-то? И я говорю, Свет, к генеральному директору пойду я. И забыли про это. И где-то дня через 3-4-5-6 я попадаю в кабинет с оказии к Серову Артему Анатольевичу, говорю, а может мы сделаем молодежную редакцию? Он говорит, классная идея, сделаем. Кто возглавлять будет? Я говорю, Лазарева. Так, Лазареву ко мне в кабинет, надо срочно переговорить, все наметим, все сделаем. Так что вот, можно сказать, Света ваша мама, а я-то ваш папа. Ребята, о чем ваши сюжеты, какие темы интересуют молодых людей сейчас? Мы затрагиваем абсолютно разные темы. Это может быть культура, это может быть спорт, может быть в будущем даже это будет политика. То есть это все сферы жизни. А почему может быть будет политика? Мне кажется, так интересно, но по мне так это интересно. Нет, это интересно, да, все в разработке. Отлично. Никита, ты работаешь в кадре, да, ты ведущий основной этой программы. Как вы проводили ли кастинг, там, ты прошел отбор, или все так единодушно решили, что вот Никита будет ведущий. Каково тебе вообще по эту сторону экрана? Ну, во-первых, почему я выбрал себя ведущим, меня назначили ведущим. Ну, я появился в кадре первым, это идея нашей квартирки. У нас было 16 девочек, да, и всего два парня. Мы решили, что мы должны обыграть это и сделать на парне какую-то точку, не знаю, показать, центром сделать его. А как мне в кадре? Ну, конечно, это стресс, наверное, будет еще не два выпуска точно, но к этому постоянно привыкаешь, и какой-то вот от шага к шагу приходишь к тому, что, в принципе, здесь достаточно комфортно и можно работать. Все-таки вернусь к тематике программы, к тематике квартирки. На ваш взгляд, коллеги молодые, чем ваш взгляд отличается, ну, вот от нашего взгляда, ну, вот от моего, да? С высоты наших лет, он более нестандартный. А в чем проявляется эта нестандартность? Ну, как бы, проблема отцов и детей, это извечно, не знаю, и как разный взгляд на мир, и... Так что у нас другое видение, и оно по-новому, наверное, заиграет. Надеюсь, что на 12-м канале. У нас, как сказать, не замылен глаз. Ага. Посмотрим, посмотрим. Посмотрим. Сейчас, мне кажется, у нас начнется спорта. На четвертой программе-то посмотрим, кого глаз замылен. Нет, у нас много идей, я уверен, что они все понравятся, и мы готовы фонтанировать. В молодежной сфере, на самом деле, телевизионным программам очень сложно сейчас конкурировать с интернетом. Вы готовы к этой конкуренции? И будет ли у вас вот площадка интернета использоваться как... Конечно, это должна быть гибридная какая-то составляющая. Мы должны совмещать и интернет, и телевидение, работать вместе, сообща, и выпускать какой-то продукт, который подойдет и туда, и туда. Я считаю. Ну, вам и как конкурировать. Как конкурировать? Я совершенно согласна. У нас будет платформа и в интернете, и на телевидении. Но конкурировать с этим не нужно, нужно просто работать и там, и там. Ну, у вас есть же группа в какой-то соцсети? Группа, конечно, в ВКонтакте. Да, конечно, группа ВКонтакте и страничка на Ютубе. Отлично. Работа. Страничка так и называется, квартира. Квартирка, двенадцатый финал, да, можно легко найти. Двадцать второго апреля, в день рождения Владимира Ильича Венина. Ну, начинается. Молодежно. Стартует молодежный проект на двенадцатом канале. Начало первой квартирки в двадцать ноль ноль. Не пропустите. Не пропустите. А с ребятами мы прощаемся. Спасибо большое, что заглянули к нам. И будем с удовольствием, с интересом смотреть вашу программу. Продолжайте волноваться. Пока-пока. До свидания. Итоги голосования. Наталья, тебе слово. Итак, в нашей группе ВКонтакте под названием «Тот еще вечер» мы спрашивали, ваша профессия соответствует вашему образованию? И варианты ответов. Да, на кого учился, там и пригодился. Это лидер нашего голосования. 44% респондентов ответили так. Нет, кардинально поменял. 32%. И сфера та же, специальность другая. 23%. В принципе, каких-то явных лидеров здесь нет. Мне кажется, это дело слышно. Зато есть лидер у нашего телефонного голосования. Мы задавали вам вопрос. Путь к профессиональному успеху лежит через что? 69% ответили... Оказаться в нужное время, в нужном месте. Обратите внимание, 8% наших телезрителей сказали, что высшее образование здесь ни при чем. Маловато. Маловато будет. И полезные знакомства считают залогом успешной карьеры 23%. Вот такие результаты. Меня немножко не удивили. Не получать высшее образование, и это путь к профессиональному успеху. Ну, хотя мы только что выяснили, что нужные работники, столяры и плотники, сварщики, там не нужно высшего образования. Да, средне-специальное. Есть профессия в руках. Причем такая денежная. Ну, мне кажется, 120 тысяч получать, это же классно. Это здорово. Это молодые парни, сварщики, 120 тысяч в кармане. Мечта любой красотки, амички. Согласна. Согласна. Постепенно, да, мы подходим к финалу нашей программы. Но прежде чем мы попрощаемся, я хочу вам напомнить, что 8 мая 18.00 в эфир выйдет тот еще вечер. И называться он будет тот еще вечер, ну, подтекст у нас будет, ну, понятно, что посвященный 9 мая. Полевая почта. Мы должны и обязаны будем рассказать о ваших родных и близких. Конечно, что если вы отправите к нам сообщения, посетите нашу группу ВКонтакте и расскажете о том ветеране Великой Отечественной войны, труженике тыла, который вам близок, знаком вам. Пришлите еще и фотографии какие-то, чтобы мы могли показать их в эфире. Ну, если фотографий нет, ничего страшного. Ничего страшного нет. Есть в нашей группе ВКонтакте тот еще вечер, в группе 12-го канала, в Одноклассниках, в Инстаграм. Пишите, пожалуйста, все ресурсы будут задействованы. И мы обязательно поздравим всех, кто достоин. Тех, кто, да. И в прямом эфире тоже будем принимать звонки. Так что не прощаемся. А еще будет много песен. Песен и хореографических зарисовок. Они все посвящены празднику Великому, Светлому. 9 мая, Дню Победы. Прозвучат песни довоенных, военных и послевоенных. Не пропустите эфир. И мы очень бы хотели, чтобы вы в нем были соавторами, приняли участие в этой полевой почте программы. Тут еще речи. Ну, наша, да, трудовая неделя подходит к финалу. С вами были эту неделю Андрей Крылов. И Наталья Змага. А в понедельник встречайте наших коллег Наталью Рогалеву и Владимира Мутовкина. У них потрясающий театральный понедельник будет. Мы уже знаем про что, мы вам не скажем. Мы только попрощаемся с вами. До встречи. Всех вам благ. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»